Этот город Томск. В политическом плане он стал нам известен тем, что в 2020 году в городской парламент тут прошли независимые депутаты, которые начали менять этот город. В этом же году здесь состоятся выборы в Законодательную думу Томской области и, конечно же, в главный парламент страны, Государственную думу. Конечно же, наиболее интересные кандидаты это Единороссы. Один, а точнее одна из них, Татьяна Соломатина, откровенно говорила о том, что она голосовала за повышение пенсионного возраста. Другой кандидат это Илья Леонтьев. Я знаю о нем только тот факт, что он возглавлял молодую гвардию, но может быть здесь мне удастся узнать о нем немного больше. Скажите, пожалуйста, что вообще думаете по поводу политической ситуации в городе в данный момент? Единая Россия сейчас, кстати, в городской думе не в большинстве, впервые с 2001 года. Что я по ней думаю? Я уже говорил, что партия Единая Россия, это партия бизнеса, партия коммерсантов, они защищают интересы бизнеса. А интересы коммерсанта такие, чтобы я, наемный работник, на него работал, получил как можно меньше. И эта логика у них прослеживается на всех уровнях. От маленьких предпринимателей и до крупных. То есть логика такая, меня по максимуму эксплуатировать и по возможности еще из бюджета что-нибудь. Как думаете, на этих выборах вообще что-то может поменяться, если люди будут идти на голосование? Мне кажется, на этих выборах может что-то поменяться, потому что в последние годы власть предпринимает попытки расширить поле для махинаций на выборах. Трех дня я на голосование вместо однодневного. С этого года, насколько я слышал, запрещено смотреть камеры на избирательных участках и так далее. По информационному полю я тоже слышу, замечаю, что борьба обостряется, что какие-то оппозиционные партии уже имеют шанс куда-то пройти. Так что я считаю, на этих выборах есть шанс повлиять через парламентскую борьбу на ситуацию в стране. Если честно, я ничего не думаю и принимать участие не собираюсь. А почему? С чем это связано? Не знаю, мне кажется просто, что ничто не изменится уже. А как думаете, лучше, которого вы сейчас обошли, что должно случиться, чтобы изменилось? Охрен его знаю. Контроль просто над подрядчиками на самом деле. Ага, и выборы тоже в этом плане не помогут? Или достойны депутаты? Не знаю. Возможно, действительно достойны депутаты, возможно. Вот бывает мне повезет, что я даже к кандидата непосредственно встречусь. Сергей, вообще расскажите, почему вы решили идти в Госдуму? Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители. Ну, почему решил? Нет, есть, конечно, два аспекта в данном вопросе. Это личностный, да, соответственно, и политический. Ну, личностный, да, само собой это личный рост. Я был сам депутатом законодательной думы пятого созыва, да, то есть областной, да, созыв назад. А сейчас идут, соответственно, в Госдуму. Ну, то есть это личный рост, да, на ступень выше. Ну, а в плане политическом, да, ну, просто так дальше жить нельзя. Вот что не устраивает, что не так? Ну, не устраивает фактически геноцид русского народа. Пенсионная реформа, да, то, что у нас люди, как говорит наш президент, да, отрабатывают и сразу в деревянный макинтош. То есть нас, по сути, решили право на старость. То есть, ну, в принципе, отобрали у нас право на старость, потому что мы до нее не доживаем. То есть мы работаем теперь до смерти, да, вот Иркутская область, да, кстати, вот 63 года продолжительность жизни средняя, а Кемерская область 63 года продолжительность жизни средняя. То есть даже в некоторых областях даже не доживают до пенсионного возраста 65 лет. У вас диалог какой-то был с представителем партии «Единой России» вот даже вот по этим вопросам или еще по другим их инициативам? Вот, к сожалению, представитель «Единой России», да, я на всех дебатах практически поучаствовал, и ни на одни дебаты со мной представитель «Единой России» не пришел. Очень-очень я ждал именно своего оппонента по 182 округу, который как раз отвечает за медицину, которая как раз-таки проголосовала за повышение пенсионного возраста. И не скрывает это Татьяна Соломатина. Да, Татьяна Соломатина. Очень хотел ее лично спросить, не стыдно ли ей вообще сейчас идти в Госдуму, да, не стыдно ли ей смотреть в глаза избирателям после того, как она, ну, приняла вот эти людоедские законы. Ну, вот, к сожалению, не представилась судьба такая. Что думаете вообще, как может измениться ситуация после выборов? На что вообще вот вы надеетесь, или как вообще видите картину в будущем? Ну, на самом деле, да, вот мое видение. Если сейчас мы демократическим путем не изменим вообще ситуацию в стране, то есть не изменим экономический курс, да, не повернем государство в сторону каких-то социальных улучшений, то есть, ну, в сторону, лицом к народу. Ну, соответственно, если мы не уберем Единую Россию, большинство из Государственной Дома, то, я думаю, неизбежна будет гражданская война через ближайшие 2-3 года в нашей стране, потому что люди просто разуверятся в демократическом пути вообще перемен, в том, что это возможно решить как-то мирно, и будут, ну, соответственно, будут настроения. Если, говорю, если сейчас нам не удастся переломить это демократическим путем, тогда, ну, нас неизбежно будет ждать гражданская война. Поэтому я всех призываю, да, если мы не хотим гражданской войны, обязательно надо сейчас идти на выборы и голосовать за другую, реально альтернативную силу, да, это КПРФ. А как относитесь к действующей партии, к Единой России? Никак не относится. Ну, политику идут только, чтобы, Рубин Гудов нет, только чтобы себе что-то откапать. Конечно же, интересует по поводу действующей партии, партии Единой Россия. Вообще, у вас какое к ней отношение? Ну, я не одобряю, мне не нравится. А чем, почему? Ну, просто уже много довольно времени прошло, я уже сколько, лет 20, наверное, и, в принципе, ничего кардинально не изменилось. Ну, а если, допустим, все будут голосовать против и большинство она потеряет, что-то можно изменить? Я думаю, что возможно изменится, но не в ближайшее время. Вообще, ваша какая-то региональная повестка, ваши, допустим, депутаты ничем славятся, что-то можете назвать хорошие поступки или плохие вашего местного парламента, то есть Томской городской думы, Томской областной думы, да? Не, ну, в Томске я думаю, что все-таки ситуация лучше, чем в остальной части России. Я, в принципе, не скажу, что плохо работает. Мне нравится, как в Томске у нас все устроено. Поэтому против даже там партии Единой России в Томске, в принципе, у меня нормальные отношения. Я Рашид Мавлютов, я представитель движения «За нового социализма» Николая Николаевича Платошкина, не являясь членом КПРФ, но вот решил помочь кандидату в Государственную думу Сергею Александровичу Губа. Почему? Почему? Как и Сергей начал, так нельзя жить. Так уже просто невозможно жить. Мы постоянно занимаемся агитационной работой и в день по несколько часов разговариваем, общаемся с людьми, и мы видим, что да, действительно, народ уже это весь понимает. Раньше, допустим, они пассивно сидели дома, а сейчас уже говорят, все, я пойду на выборы. Так жить нельзя, и все говорят, так жить нельзя. Опять же, это и пенсионная реформа, и, допустим, оплата коммунальных услуг, которые сейчас у пенсионера практически 80-90%, а то и чуть ли не всю на пенсию оплачивает эти кому услуги. Как в КПРФ мне понравился, есть пункт программы, что оплата коммунальных услуг – это не более 10% семейного дохода. Это меня радует. Ну, вообще, что думаете про Единую Россию? Она сидит в Госдуме в большинстве, она во многих парламентах вообще в большинстве, и, по сути, за ней какое-то финальное слово остается. Что вы можете, какую ей оценку дать? Оценку. Она издает антинародные законы. Какую ей можно оценку дать? Допустим, смотрите, КПРФ уже сейчас выдвинула законопроекты о снижении пенсионного возраста, отмене этой пенсионной реформы. Как только мы победим, а мы победим, и мы же первым же заседанием будем вот эти вот антинародные законы отменять. Какую еще можно оценку дать этой партии? Ну, у меня только нелестные слова, я не могу здесь их произнести. Ну, мы и не будем их включать. Зато, да. Но вообще, как думаете, процедура выборов, она вообще актуальна, она действует, люди-то с неохотой. Как думаете, почему люди уже в процедуру выборов не ввели? Да потому что та же власть, Единая Россия, они нас сушат выборы. Они как бы народу говорят, не ходите, там за вас и так все решено, а народу надо идти. Не все не решено, народ только сейчас решит. И то, почему я еще призываю людей, идите на выборы. 20-го числа, даже если нас там обманут, там напишут эти, нарисуют, да, голоса. Ну, я думаю, народ потом будет сопротивляться, выйдет на улицу и скажет, мне обидно, я проголосовал за, а мой голос украли. А это сейчас, ну, как бы, к этому я вижу тенденция идет, потому что как проходит нечестно вот эта агитационная кампания. Только сейчас вот мы были на улице, спустились сюда покушать. Там дети раздают агитационные материалы. Кандидата по списку идет от Единой России в Госдуму Самокиш Владимир Игоревич. Ребятишки одному 12, 15, 17 лет раздают. Также они проводят под эгидой администрации, да, там, вот Советского района. Позавчера прошло тоже какое-то здесь мероприятие. Была глава администрации Советского района, это же кандидаты в Государственную думу Самокиш, кандидаты в областную думу Автомонов, проводили агитационную работу с микрофонами, все, это же неправильно. А, допустим, наш представитель тоже движения «За новый социализм» на своем доме, он является управляющим дома, да, он собрал две трети голосов, у жителей взял, как бы, разрешение и повесил билборд кандидатов в законодательное собрание Томской области от КПРФ лучшего Максима. Так они же, грубо говоря, замордовали, вызывали в администрацию, грозили штрафами, понимаете, а тут же ряда на соседних домах висят билборды «Единая Россия». Замечаний нет, все нормально. Каждой столбой обклеены единороссой. Как не отношусь, честно? Я больше, знаете, наверное, человек творческий и из-за политики мало слежу. А, ну, действующая партия «Единая Россия», как вот к ней относитесь? Чего не могу сказать. Кандидатов никаких или депутатов вы тоже не знаете? Ну, знаю, но не буду никакое свое мнение по этому поводу говорить. Ну, тогда в пользу случая, может, знаете ответ? Вот я сейчас не знаю, как вот эту лужу огромную перейти, а после выборов как-то это возможно что-то поменять с лужей? Кто-то может исправить? Лужу? Да вряд ли, мне кажется. Здесь исправится какая-то лужа. Ну что, я тоже не знаю правильного ответа, но попробую, как все граждане, обойти эту лужу вот так. Боком через дворы обходным путем. Ну, в целом у меня получилось. Вроде все остались живы. Ни одна обувь не пострадала. Ее, миссия выполнила.